Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Сегодня 14 ноября, на улице снег, а у меня сегодня с улицы сорвал хризантемы. Хризантемы в моём саду всё ещё цветут. Благодаря стимуляции фотосинтеза, благодаря тому, что моя почта содержит полноценный микробиом, моя почта содержит очень много гумуса, почва плодородная, богатая на все основные вещества, продолжим мой разговор, делиться опытом, практическим опытом, как и вам сделать почву плодородной, плоды целебные, растения здоровые, которые содержат все витамины, микроэлементы, без всякого дефицита, которые настолько содержат много полезных биофлавоноидов, полезных сахаров, аминокислот, жиров, что сами растения не болеют и дают вам здоровье, как моим внукам, как моей семье. И я пока на здоровье не жалуюсь, и анализы у меня терпимые. Питаюсь столько пищей, ну, не только, на 90% пищей со своего огорода. А хлеб, покупая, у нас есть Антония, где можно покупать хлеб без вредных веществ, которые делаются на закваске в течение долгого-долгого времени, по хорошей технологии старинной. Любая ферментация приносит пользу. Сегодня будем говорить понемножку обо всём с точки зрения регенерации. Чему я вас учу? Импровизации. У меня своя почва, у вас другая почва, у меня зона северная, у вас может быть и Центральная, и Южная, и Африку, и Голландию, и Новую Зеландию. Меня смотрят. И, в принципе, везде приёмы регенерации убитой химии почвы одни и те же. Я каждый день что-то новое нахожу и вам даю. Ну вот, что новое я забыл вам сказать. Я вас учил делать 3-4 способа аэрированного компостного чая, много способов компоста, много способов делать анаэробную ферментированную органику. Их очень много способов. И все они примерно одинаково работают. И все они совместимы, если знать не просто, как вносить и как сделать технологию, а какую они роль играют не в питании корней, растений. Вот забудьте слово «накормить корни». Вас все учат. Компост должен быть очень много содержать полезного всего. Если вы внесёте в компост, в который много азота, он выделит аммиаку, убьёт ваши даже огурцы. Если вы внесёте органику, перебродившую, в которой много азота, она убьёт все ваши растения и всю микробиоту почвы. Аммиак ядовит. Ну, то есть не надо говорить много. Я учу вас импровизировать на основании понимания биологии почвы. Зачем я учу вас компостировать правильно, делать мусорную кучу, как я учил старую кучу? Вот давайте на эту тему и поговорим. Какие почвы... Ну, давайте не будем говорить о саде, о лесе, поговорим о грядках. Самая продуктивная почва в мире – это джунгли, это лес. Но там в почве нет ничего полезного. Там алюминий, силикаты. Продукция вся накапливается в 10-20 раз больше, чем у нас на почвах. В деревьях, в животных, которые живут на деревьях, микробах, грибах, которые живут на этой деревне. Там практически нет апач, апада и почва. Там срубить лес, что-то посадить, расти не будет. Там голая глина, богатая алюминием, всё вымото дождями. Это не почва. А вот плодородие, которое даёт свет, фотосинтез, там максимально. Потому что нигде в мире нет биоразнообразия, такого как в Амазонке, в джунглях Амазонки. Это как один вариант. Понятие биоразнообразие даёт больше продукции. Свет, воздух, углекислый газ и биоразнообразие. Какая почва нам нужна по своей продуктивности? Такая же, как в Саванах. Там много солнца, много тепла, но там растут огромное количество злаков. И продуктивность местной этой системы максимально возможная на земном шаре. Ну, правда, в древних саванах, где паслись антилопы, бегали львы, рыси. Хищники следили за животными. Почему там короткий период дождей, остальное засухо. Всё засыпает, всё погибает. Но если взять по количеству животных, растений, в почве всяких жучков, паучков, едоков, там максимальное биоразнообразие. Почему там растут злаковые травы и другие травы, которые благодаря фотосинтезу, ну, типа кукурузы, выходят на 4-й С4 продуктивность. Фотосинтеза дают самое максимальное количество сахарового углерода, которое кормит огромное колебычество копытных животных. А потому что животные ходят и едят подрастающие злаки, едят, и пропуская через кишечник, а точнее через рубец, они ферментируют эти злаки, и там размножается огромное количество анаэробов, а каждая наэроб – это 50% белка. И с калом, они дают молоко для своих телят, они дают прирост и так далее. Но они эту органику каждый день покрывают лепёшками. Ферментированные органики в рубце, как я говорил, в рубце коровы у нас, а там антилопы и прочих слонов. Не будем вдаваться в эти подробности. И азотистая органика, уже ферментированная, тут же поедается почвенными животными. Вначале животными. Червячок, жук-навозник и так далее. Вся эта система перерабатывается и образуется стабильный гумус. Молниеносно. Анаэробная органика, обогащённая азотом, перерабатывается и даёт капролиты. Сколько там капролитов? Кто даёт в биогумусе капролиты? Это калифорнийские черви, один. А там их десять. А там термиты. А там всякие насекомые, которые едят вместе с антилопами травку и дают капролиты, все дают капролиты. Органика, переработанная в пищевых цепочках, ну, в конце концов, грызущими органику. Любой червячок, любой термит – это та же антилопа или та же корова, которая на наших лугах. И она перерабатывает эту органику. И благодаря тому, что там количество биогумуса возрастает в огромной прогрессии, фотосинтез благодаря капролитам, благодаря биогумусу возрастает очень сильно. И растут растения высотой выше роста человека, которые успевают поедаться антилопами, всеми животными, и идёт круговая рот. И накапливается плодородие. Убить антилоп, убить на севере наших коров, наших овцебыков, наших бизонов, в Америке, в Африке, в тундре. Что будет? А ничего не будет. Такие злаки не вырастут. Они высохнут, на солнце сгорят, и уйдут в воздух. И плодородие падает, и саванна превращается в пустыню Сахара, где ничего не растёт. Для этого что нужно сделать? Убить самых крупных животных, которые поедают траву. Я недавно мне дали ссылку. Костя Тверской, посмотри, а Плеоцентовом заповеднике за Норильском. Я как-то думал, там идей особых нет, но что? И уловил ту же идею, как в саваннах. Раньше 30-40, я не знаю, 50 тысяч лет назад там было столько же копытных животных, которые выше зоны, где уже наступает полярная ночь, но там есть полярное лето, и там количество 6 месяцев, а точнее 3 тёплых месяца солнце светит так же, как и дождей там столько же, и количество солнечной энергии такое же, как в африканской саванне. Там тоже период между дождями, когда нет засухи, такое же 3-4 месяца. И там солнечная продуктивность такая же. Сейчас там нет копытных животных, нет никакой продуктивности, бедная почва, никто не кладёт азотистую ферментированную органику, растёт мелкая травка, которая превращается в болотистой почве в торф и уходит в залежи, потом торф превращается в нефть, уголь и так далее, уходит в вечную мерзлоту. А тогда, когда там паслись сотни крупных животных, не буду перечислять, от мамонтов до овцебыков и прочих, нет, а мы сейчас разбираем, но они успевали. За 3-4-5 летних месяцев травка подрастает, они едят, кладут лепёшки, едят азотистые, ферментированные лепёшки. И травы эволюционно росли всё выше и выше, появились злаки. Без мамонта и без овцебыка злаки не будут. Там будет тундра, там будет болото, там будет мох. Продуктивность солнечной энергии снижается в сотни раз, и почва не пребывает. А там, где росли злаки, там количество, сейчас находят залежи гумуса, больше по проценту, чем в Саванне или там в Воронежских чернозёмах. Вот что делает животное, благодаря тому, что они успевают за летом многократно подрезать животное, в смысле злаки, превращать их в ферментированные, азотистые, с огромным количеством разнообразных бактерий, грибов и простейших, класть лепёчкой, дальше их поедают другие червячки, которые выделяют капролиты, а капролит – это уже гранулка, её дождём не вымоешь. Ей питается симбионное со злаками растение, а количество злаков и других растущих на севере за полярным кругом растений в то было время в сотни раз больше, чем сейчас. Мысль понятна. Что я делаю на своей северной почве? я даю вам идею, а вы импровизируйте. Я высаживаю узкую ряд 20-30 сантиметров две строчки или картошки, или морковки, или капусты и мульчирую её компостом. Органику нужно вносить. У вас нет коров, вы не выпасаете. А рядом 80 сантиметров между ряди. Я 10 раз, 5 раз за сезон скашиваю триммером и опрыскиваю бактериями. Или аэрированным компостом чай, или вытяжкой компоста, или вытяжкой из ферментов. Ферментированные органики, где есть бактерии. Для того, чтобы не в желудке коровы, а моя скошенная травка тут же начинает перерабатываться бактериями, а дальше приходят мелкие коровки, у которых тоже есть свой желудок анаэробный. Сотни видов червячков, крупных, мелких жучков, у которых тоже есть кто-то, и они ее жуют, жуют, превращают как термиты, как в саванне термит перерабатывает органику, пока она не высохла. Он ее пережевывает, несет в термитник, и там на ней пережеванные, ферментированные органики вырастают грибы, а гриб это белок. И размножаются термиты в мелких грибах почвенных, которые оплетают органику сапрофитов, 50%, 30% белка протеина. Не минералки, не селитры, не мочевины, а протеинов. Вот это разница между ферментированными органиками, которые каждый микроб содержит 50% протеина, и когда его амеба или кто-то простейший съедает, она этот протеин выбрасывает в виде аминокислот, и растение кормится биологическим азотом в виде протеина. В любой форме, сотня форм. О том, в прошлый раз я говорил, кто ему с помощью грибов несет, и в этом разница. Раньше я говорил, что растения благодаря ферментам строят грибную сеть, глобалин, а сегодня я добавляю, что первично трава это корешки, а трава дает еще огромный прирост биомассы, биомассы, если ее кто-то не успеет переживать, а вы ее скосили, бросили, она высохла, сгорела воздухом, сгнила дождем, гниение, это немножко, это не ферментация. Гнилостная масса вымывается дождем и не успевает усваиваться кармами в виде метана, уходит в атмосферу, высыхает, а почва, которая перешла через желудок коровы, или моего кролика, или курочки, а куриный помет еще лучше, или птички, которые питаются червячками, попадает в почву в виде протеинов, которые растут. Понятно? То есть я вам даю идею, как скашивать триммером, превращать, не имея ни козы, ни коровы, ни молочной сыворотки, но научиться делать, размножать аэробы, размножать аэробы, которыми опрыскивать растения. До этого я учил вас симуляции фотосинтез. А теперь вдобавок я учу вас, что если вы скашиваете сорные травы, они самовознабавляется, их много, то не только корни создают гумус, создают плодородие, но и капролиты сотен червей, которые поедают ферментированную органику и не дают ей испариться, а дают биогумус в почве, это в дополнение гламолину, это гранулки, это воздушность, это такая жизнь, это вот эта вот почва, которую я вам показываю сейчас, где бы я с ранней прошлой осени, до этой осени я ходил, брал почву руками, она рыхлая, она вся в микрогранулах, и там гумуса 50, в смысле 20, 15 процентов, мне не важно сколько, я не хочу считать, она делается черней-черней на моем суглинке, третья мысль, если, как делалось терапрета, почему терапрета самовознаболевляющая система, в джунглях там нет кальция, там алюминий, силикаты, алюминий, железо, из которых гумус не образуется, у меня образуется гумус, потому что у меня много кальция, где я беру кальций, листва, вот маленький секрет, я сегодня специально еще раз посмотрел, если я, вы, допустим, внесете, возьмете головки семечек, подсолнухов из стволы, уже сухие после сбора урожая, перетрете, внесете в почву, сколько там полезного веществ, очень много, даже зола подсолнечника содержит очень много кальция, калия там очень много, если я возьму торф с болота, сожгу его в брикетах, я вдруг удивился, калия в золе подсолнечника и в золе торфа в 30 раз больше разница, там 1%, там 30%, настолько разница в плодородии, поэтому, когда вы перетираете веточки с корой, лиственные деревья, бросаете почву, ботву картофеля, ботву шляпки подсолнечника, там 30 раз больше полезных веществ, допустим, по калию, чем вы вносите торф, на котором, на голом торфе ничего не растет, и в той золе в этой нет только азота, но там есть все микроэлементы, и чем, понятно, если у вас почва силикатная, вы можете еще в компост добавить чуть-чуть, любой или известняк молотый, или доломитовую муку, повысить магнием, калием, тогда даже на почве, богатой алюминием и богатой железом, будет образоваться гумусообразование. Если вы просто на своих бедных подзолах, бедных кальцием будете кислых глинах вносить садить северат и их перекапывать, у вас гумусообразования не будет. Поэтому меня спрашивают, можно ли сыпать золу, можно ли сыпать кальций, нужно ли изрисковать, зависит от вашей почвы. Но если я вношу вот такой слой каждый год листвы, и она там перепревает, ее за зиму червячок вносит в почву, съедает зубками, перерабатывает в анаэробных условиях и покрывает кокопролитом, там кальция, там магния, там калия, огромное количество, не надо мне известковать. Любая плохая почва станет богатой. Если у меня сейчас кварцевый песок, то я тоже самое кладу листья, они превращаются в капролиты, черви их откладывают на клопину 30 сантиметров, но я еще беру мелкую-мелкую пыль мраморной крошки и тоже иногда посыпаю. Мельчайшие частицы базальта или мрамора, у нас есть там пилет, и можно мешками эту пыль собрать, делает мой песок, у меня нет возможности камаз глины, туда и сил нет, а мешочек там столовую ложку этой пыли на квадратный метр есть возможность. И совершенно другое, мой песок склеивается, превращается в структуру, в которой задерживается вода. Вот еще какая-то идея, чтобы вы поняли, как регенерировать почву, импровизируя у себя, понимая, что происходит в саванне, что происходило за полярным кругом, когда там ходили древние люди, охотились на мамонтовы, почему там местами залежи гумуса, не торфа, а гумуса огромные встречаются. Поэтому как можно и это вам импровизировать на ваших почвах. еще маленькая идейка и закончим на сегодня. Я говорил о трех видах о каче, о ферментации, но не только простейшие в компосте приносят пользу, но и на прежде всего биоразнообразие различных грибов. ваша почва всегда бедная на грибы. Чем больше любой плесени, неважно какой вы вносите, тем лучше. Но самая хорошая плесень, самые хорошие грибы растут на лугах, где огромное биоразнообразие. Поэтому что вы можете сделать, как их размножить? Я вам говорил немножко корни выкапывать, окачеть делать, но есть самый простой способ. Выкапываете в ведро кусочек лугового разнотравья весной, когда уже такой хороший прирост, где встречается и тысячелистник, и клеверок, и много разных злаков. Ну, штук, смотрите, там уже штук 10 различных травок взошло. Вы выкапываете ведерко, приносите домой, и что дальше делаете? Как превращаете, как в чашку петре? Вы подрезаете на расстоянии там 2 сантиметра от почвы, и везде появляется сок, который содержит огромное количество разных грибов. И на стволах огромное количество различных грибов, и сверху на почве огромное количество полезных спор грибов. Но самое главное, самые лучшие грибы это в соке разнотравья. И вы ее засыпаете тем, чем вам рекомендует и вам русских делать. Хоть вареной перловкой стерильно. Я люблю мелкой, крупкой перловки. Но я последнее время все-таки свое надежное. Я беру гранулы люцерны, гранулы подсолнечника, гранулы свеклы, заливаю их кипятком и два-три раза прогреваю в СВЧ, чтобы там все вредное погибло. Мне не нужно плесень с тех производств, где она есть, всякие простые плесневые грибы. Она остывает, и я ее рыхлым слоем два-три сантиметра присыпаю ведерки на сок, который выделяется с растений. И она насыщается соком с полезными бактериями и грибами. На ней очень хорошо бросьте гранулы люцерны, гранулы подсолнечника, гранулы свеклы на почву, они тут же покрываются плесенью. Идеально все на ней растет. И здесь я сверху покрываю мешковиной, сеткой, чтобы там мыши не елись, и жду где-то три-пять дней. Переоткрываю, если она покрылась грибной, грибным мицелием, это плесневые грибы. Их там сотни видов, все грибы, которые на диком лугу, это самые полезные, особенно те, которые эндофитные, они иногда специальные, но они могут, они все равно дают без разнообразия. Жизнь и опыт наших предков показал, что вот такой способ самый надежный. В Японии, в Корее срезают травку, покрывают ее вареным рисом. Я вам это не советую. Есть другие способы. У нас лучше работает или переловка, или наш педагог.